Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, сегодня 14 октября 2015 года. Это деловая среда на радио Болтком. Я автор и ведущий Константин Рангс. Сегодня мы поговорим о маркетинге и исследованиях. Но не о большом маркетинге, не о больших исследованиях, которые интересуют крупные компании, а о том, что интересует малых предпринимателей, которые собираются или уже открыли свое кафе, бар, магазинчик. То есть то заведение, которое выходит окнами на улицу. То есть, по сути дела, наш вопрос сегодня можно назвать так. О том, как готовиться к открытию своего дела. И о том, какие существуют приемы, на что нужно обращать внимание. У нас в гостях маркетолог с компанией «Балтия» с «Мониторс» Олег Рыжаков и Ксения Соловьева, предприниматель, владелица кафе для родителей с детьми «Мам-кафе». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем мы с самых таких простых вещей. Вот у нас Олег Рыжаков, как уже традиционно стало, он представляет науку в первую очередь, ну а Ксения Соловьева – предпринимательство. Хотя все это, конечно, очень условно, но, тем не менее, будем играть при таком раскладе. Вот у меня первый вопрос, Олег, к вам. Что вообще такое маркетинговые исследования? И, собственно говоря, до какого уровня, так скажем, простоты они нужны? Ну, проще говоря, если человек открывает свое маленькое кафе, нужно ли ему думать о маркетинговых исследованиях? Ну, о маркетинговые исследования, там называют «омаркетинг-ресеч», да? А вообще-то такое очень сильное слово, на самом деле, исследование, это мы делаем каждый день, когда идем в магазин. То есть, когда вы заходите в один магазин, смотрите, сколько стоит стиральный порошок, потом заходите в следующий магазин, потом в следующий, потом в следующий, а потом где-то вы отыскиваете дешево. Это называется «мониторинг цен». Вообще-то по-научному, да? Да, по-научному. То есть, на самом деле, мы всегда это делаем. Другое дело, что под этим стоит система, да? И, в общем-то, она позволяет как-то унифицировать данные, позволяет правильно исследовать, правильно оценивать. И исследование – это общее такое название, на самом деле, это комплекс различных вообще приемов, которые каждый раз подбираются под какого-то клиента или задачу. То, что нужно делать, ну, как говорится в любом исследовании, первое, что нужно осознать – о проблемах. Если ты осознаешь ее, если ты об этом задумываешься, то ты, в общем-то, начинаешь что-то думать, правильно? Но как только ты начинаешь думать, ты уже начинаешь что-то исследовать. Другое дело, что когда ты используешь уже отработанные методы, ты просто уменьшаешь объем ошибки. Вот так все. А в любом случае, когда человек что-то пытается сделать, он уже о чем-то подумал. Соответственно, он уже какое-то исследование сделал. Ну, какое-то минимальное, анецкий такой сделал, да? А, так сказать, такой объемные работы ему для такого маленького дела не нужны. Это естественно. Значит, ему нужны приемы, которые очень оприкладные. Очень оприкладные, прямо прикладываются к месту и дают быстро получать результат. Ну, вот, например, какой ему, может быть, хотя бы там на пальцах, один-два? Ну, на пальцах, скажем, вопрос учащийся, для чего? Для какой цели конкретно? Вот конкретный вопрос, который был, когда я готовил эту программу. Выбрать место. Вот вообще ситуация. Выбор места. Мне кажется, что многие считают, что это очень. Ну, какая-то, это абсолютно вообще, а что, вы можете просто вот так вот взять на карте города, подойти, точка, я хочу здесь. Такого не бывает. Не бывает. Не бывает. Поэтому так как раз люди и говорят, что выбираем там, где можно. Совершенно правильно. Вот, кстати. То есть ты выбираешь там, где можно, а потом начинаешь его оценивать. И мы точно таким же образом, я, может быть, хотел балериной быть, но я же не могу, по сути, по нашей комплекции, уйти туда в этот вид спорта. Правильно? Значит, я схожу из той ситуации, которая есть. Вот мы должны сходить из той ситуации, которая есть, и потом ее оценивать, можно сделать или нельзя. Вот это вот основной момент. Вот, кстати, тогда вопрос Ксении. Когда вы создавали свое «Мам-кафе», у вас был богатый выбор мест, где можно расположиться? Как вы к этому подходили на практике? «Мам-кафе» родилась абсолютно случайно, потому что был уже центр, в который приходили родители. И освободился первый этаж, и, собственно, стало понятно, что именно там быть, этому месту. Если бы это было бы просто заведение общепита, ну, не ориентированное на определенную аудиторию, я думаю, что вряд ли бы я решилась бы на такое. Ну, давайте уточним. Ваша аудитория – это родители, которые приходят с маленькими детьми? С разными детьми, с разного возраста детьми, но с детьми. То есть у нас то заведение, в которое заведомо приходя, знают клиенты, что будут дети. То есть есть опасность того, что они будут кричать, бегать, плеваться едой, кидаться игрушками. И, в принципе, в наше заведение приходят люди, которые толерантны к детям. А чаще всего это сами родители. Но это уже, мы как бы переходим к второй части, к потенциальной аудитории. А вот как можно… Не только. А что такое? Какое замечание? Ситуация первая, то есть вот если говорить, скажем, о уровне АКФ, да, то есть мы говорим вот о возможные места. Ну, скажем, у вас есть ОНЕСКО места, и теперь нужно оценить, у вас есть идея. Вы должны оценить, насколько каждый из этих мест подходит, а насколько оно будет отвечать этой идее. Тогда нужно оценить, в общем-то, ну вот, как у нас, у нас же не принято свое излагать мини, и все там мы на авторитет исцеливаемся. Ну да. Господин Акотлер сказал 4П, да, первое слово – это place, место. Место определяет очень много, особенно для маленького и там среднего бизнеса. То есть, в общем-то, определяет место. И место, соответственно, от него нужно делать, в общем-то, я бы называл так, аудит места. То есть понимать. Понимать, а что здесь можно сделать, да. Потому что, например, в большинстве случаев места являются территориальные. И есть экстерриальные места. То есть, например, вот магазин Моллс. Это абсолютно экстерриальное место, куда люди приезжают. А кафе в большинстве случаев это будет место территориальное, то есть в нем будут выходить люди, которые рядом живут, либо рядом проходят. Соответственно, нужно понять, а сколько людей проходит. Кто вообще-то может прийти, почему они должны прийти, да. Какой у них темп движения, сбудут ли у них время для того, чтобы зайти в это кафе. Темп движения имеется в виду, не бегут ли они куда-то на… Да, да, понимаете, то есть не бегут ли. Есть у них, они останавливаются или нет, да. То есть это вот для этого. Это вот такой аудит места. То есть обширная такая работа, ну, не работа, а такая идея. В которой включены различные всякие темы. Правильно ли я понял, что, например, если я исследую какое-то свое место и просто поставлю счетчика считать количество проходящих людей, это еще не означает, что не зайдут. Нет, это еще не… Ну, если вы это сделаете, то уже хорошо. Уже хорошо, да. Потому что 99% этого вообще не делают. А вы делали, Ксения? Я абсолютно экстерриториальное место. Совершенно правильно. Совершенно. Да, у нее абсолютно экстерриториальная ситуация. Потому что таких мест нет, и люди поедут туда. Потому что попробуйте с маленьким ребенком прийти в кафе. То есть экстерриториальность – это на самом деле не только то, что это стоит на отшибе, но это еще и… Да, и сама идея. Сама идея. Экстерриторизация, так скажем. Да, это, возможно, идея вообще подразумевает экстерриториальность. Представьте себе, вы делаете кафе для владельцев Харвеев. Ну… Да, значит, это почти в любом месте можно сделать. Главное, чтобы было место, где поставить железного коня и прийти со шпорами. Вот и все. Но тогда у меня сразу возникает следующий вопрос. Сколько в нашем городе владельцев Харвеев… Совершенно правильно. Чтобы эти приехали. Вот скажите, пожалуйста, Ксения, я понимаю, что вот к вам едут люди со всего города, да? А с другой стороны возникает следующий вопрос. А вот переместить куда-то в другое место вы не думали? Если бы тогда это принесло бы тогда, кроме вашей экстерриториальности, еще дало бы территориальность. Ну, в определенное время я даже не то, что думала перенести куда-то, а вообще просто закрыть все и все. Сейчас нет, я не буду никуда переносить. Есть вероятность того, что будет второе мам-кафе, но это уже будет спальный район, где мамы с колясками, они просто фланируют мимо этого места, и они будут просто вынуждены к нам зайти, потому что там даже простого кафе нет. То есть тогда это опять, вы тогда приходите в раздел территориальности, да? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да. То есть просто, понимаешь, ситуация такая, вы представите себе ребенка, маленького ребенка до года. Ну да. А как с ним ехать через всю Ригу, правильно? А в это время возникает потребность. Человек хочет общаться. Он же хоть прикован к этому ребенку. Да, ему хочется попить кофе, посидеть с такой же приятельницей, поговорить. По-человечески. Да, по-человечески. И при этом не постоянно трясись вокруг этого ребенка. Значит, поэтому хоть ради этого они готовы и поехать. А вот когда с коляской в автобусе не поедешь как-то особенно. Поэтому это да, нужно выбирать это место. Другое дело, что в этом случае у вас людей будет, конечно, меньше. Естественно. А такое место территориальное, его можно спокойно перенести. Потому что уже... Ну, другое дело, что место прикормленное, как говорится, намасленное. Понятно. Но мы все-таки давайте вернемся к нашим Харлеям. Да. Вот. Возникает тогда вопрос, что если ты хочешь сделать, допустим, кафе, бар, неважно, вот такого рода публичное заведение с такой специализацией, нужно тогда понять, сколько вообще в нашем городе потенциальных клиентов. Потому что, вот, например, к сожалению, связь была чрезвычайно мерзкая. Но я разговаривал сегодня с господином Петром Биргером. Это журналист петербургский, который вместе со своими друзьями решил открыть бар. Но это дело более надежное. И они сказали, что они ориентировались на жителей своего квартала. Однако квартал в районе Невского проспекта, да, около площади Восстания, это половина Риги. Ну, простите, да. Огромный совершенно там блок. И они, для них, этих людей, которые заходят выпить, условно говоря, порцию там скандинавского коктейля, да, их хватает, чтобы обеспечить. У нас народа гораздо меньше. Не только народа меньше. У нас ещё больше насыщенность кафе, магазинов. Доступность значительно другая. То есть категорически другая. То есть измерение вот это. Посмотрите, вы пройдите по любой центральной улице, идите и считайте о кафе слева, справа, о магазины. И вы увидите, сколько их, да. А потом приезжайте в Питер, хотя бы в Питер, да, не говоря, о Москве. И посчитайте на таком расстоянии, как вот здесь вы пройдёте от центра Риги до, например, Матвеевского рынка, сколько вы насчитаете кафе, да, и такое же расстояние, например, на Невском проспекте. И всё. И здесь возникает вообще коллапс, потому что вы понимаете, что там, скажем, микрорайон, а в Москве или в Питере, это порядка 100 тысяч. Понимаете? 100 тысяч человек. Значит, сразу давайте считать. 100 тысяч человек, значит, соотношение мужчин где-то приблизительно 45 процентов, а женщин у нас всегда больше, а то может даже 40 процентов, значит, это уже 40 тысяч. Мы потом берём, отделяем низ и верх, и получается, что у нас в группе, которая вообще может прийти, это уже мужчина после 25 лет, который решил вдруг понимать, что такое виски, а не только пиво, да. Вот. И, соответственно, то есть у этих получается уже, это порядка 20 тысяч. 20 тысяч, да, батюшка. Вы что, представьте, у нас кафе, например, в этом микрорайоне отселы два, ну, может быть, три. Отдельно хорошие четыре. Вот я как раз видел, что Ксения хотела что-то добавить. Абсолютно прав, Олег. Для меня, например, существует небольшой феномен в Задвинье. Кусочек улицы Номитню от улицы Межа до улицы Олгос. Там 13 заведений. Тринадцать. Они друг напротив друга. Причём они открываются, они не закрываются, открываются новые. И там каждое заведение находит своего абсолютно клиента. Да, это, знаете, эффект такой, очень-очень интересный эффект возникающий. Когда одно заведение тянет за собой другое. Это, например, как магазин, например, вот какой-то магазин, торговый центр. Например, в сознании потребителей, а потом в сознании продавцов вдруг ассоциируются с определённой темой. Например, какой-то торговый центр, который занимается только обувью. И все туда нет покупать обувь. Вот это, кстати, очень интересная тема, поскольку как раз после перерыва, рекламной паузы, мы всё-таки больше внимания уделим нашей Риге. Что конкретно делать? Поэтому не растрачиваем нашу энергию. Хочу напомнить, что можно позвонить к нам в студию по телефону 672-12-939 или 672-13-939 или зайти на MixNewsLV RadioBolt.com Live. Сейчас рекламная пауза. Оставайтесь вместе с нами. Будет интересно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова это «Деловая среда». Я автор и ведущий Константин Рангс. У нас в гостях Олег Рыжаков, маркетолог «Балдияс Мониторс» и Ксения Соловьёва, предприниматель и владелица кафе «Мам Кафе». И мы сегодня говорим о маркетинге для кафе, ресторанчиков и баров, то есть для малых предприятий. В первой части мы обсудили, так сказать, общие вопросы, а сейчас уже мы больше будем разбирать нашу ситуацию с Ригой, с нашим родным городом. Ещё раз напомню, к нам можно позвонить и высказаться по телефону 672-12-939 или 672-13-939, а также на сайте MixNewsLV. Итак, всё-таки мы как раз остановились до перерыва, говорили об особенностях Риги. Вот давайте поговорим о рижских клиентах. Насколько они готовы потреблять, что им предлагают? Или рижский клиент достаточно капризен? Ксения, с вашей точки зрения. Рига вообще восхитительный город. Я не могу сказать, что рижский клиент капризен. Он не сидит ни капризничает, ни перебирайте, дайте то, дайте это. Он очень избирателен. И рижский клиент привык к высокому качеству. Потому что, вот о чём мы сейчас с Олегом в перерыве говорили, выбор огромен, и люди знают, какое оно должно быть. Какой кофе подают, какая булочка бывает. Не получается продать всё, что ты хочешь. И, в принципе, ты не должен этого делать. Клиент рижский, он очень-очень чётко знает, чего он хочет. Или чего оно должно быть. И даже если он не знает, чего он хочет, когда к нам приходят наши замечательные беременные дамы, я вас уверяю, они не знают, чего они хотят. Но девочки за стойкой, они всё-таки в беседе выясняют, что она хотела того-то. И поэтому она в следующий раз приходит. Потому что ей помогли, они позаботились. А что, рижский клиент здорово отличается от клиента таллинского или вильнюсского? Да. Ну, я скажу так, что консервативность вообще в выборе, она присуща всем. Это везде присутствует, везде существует вот такой набор консервативных решений. И вы нигде не войдёте в рынок вот так вот совсем чем-то новым. То есть всегда будет порядка так, в зависимости от аудитории, будет от 5 до 7 процентов пионеров, которые вот будут пробовать там, я не знаю что. Понимаете, вот они хотят попробовать, потому что тут моды там. Ну, иногда бывает, что тренд какой-то идёт общий, от мировой, эта аудитория увеличивается, да, когда вот они хотят пробовать. Все остальные хотят жить вот как оно есть. Вот кофе должно быть таким, чай должно быть таким. Вот он привык лишь пить кофе, поэтому вы предлагаете ему по утрам пить чай, он говорит, нет, я не хочу, я буду пить кофе. Понимаете, это везде так. Другое дело, что действительно вот предыдущее развитие Риги, да, оно привело к тому, что здесь была высокая насыщенность теми же кафе, булочками, как у меня приятели говорят, московские плюшками. Он говорит, поедем в Ригу, есть плюшки. Понимаете, действительно вот такие плюшки. А, например, вот в Таллине были очень хорошие пирожни и очень хороший кофе всегда. Понимаете, вот такие вот специфики есть. И это уже привычка, которая ассервативно окрепляется в аудитории. И то, что вот это сказывается, например, на разнообразии продовольственных товаров, да, когда продовольственные товары в Таллине, например, в той же самой сети, которая здесь есть в Риге, да, вы приезжаете и увидите, что она ассортимент меньше, значительно меньше ассортимент. У нас тут более расширены, потому что все уже привыкли, поняли, что эту аудиторию кормить нужно хорошо разнообразием. Понимаете? То есть и постепенно рынки меняются, они видоизменяются только медленно, они не очень быстро происходят. Вот, кстати, хочу такое небольшое уточнение, не то что уточнее, дополнить, да, что интересно, ведь Рига переживала в своей истории несколько таких волн, когда она становилась городом первой Тройкина в регионе Балтийского моря. И, например, 350 лет тому назад, когда это была шведская территория, и был это второй город шведского королевства после Стокгольма, во времена блистательной Екатерины шведской, да. Так вот, иногда здесь появились первые кафе. Надо сказать, что тогда Рига была на острие прогресса, здесь было очень много всего делалось на французский манер. Тогда, кстати, Швеция была союзником Франции, это знаменитые кардиналы, да, и даже там были мушкетёры, рояль сведуаз, королевские шведы. Отслужив, они, кстати, приезжали и сюда. Здесь они невест выбирали, всегда наши дамы славились красотой. Что интересно, интересно то, что следующий пик, это было 110 лет тому назад, вот период югенстиля, когда Рига стала таким вот свободным портом, да, и богатела на глазах третий промышленный центр империи. Да, и потом ещё надо забывать, что как раз в это время вот Санкт-Петербургские дэнди приезжали сюда на воды. На воды, да. И на даче были типа а-ля дачи, только такие более удалённые. Поэтому они, естественно, тянули вот эту вот моду. И потом, соответственно, здесь она развивалась и перетекала туда. И вот как раз мы тогда выходим к следующему пункту. А насколько наш клиент здесь, рижский, он подвержен моде? Насколько Рига – город модников, в том числе и, так скажем, в кофейно-барном стиле? Ну, я думаю, что мода присутствует везде и в кофейно-барном стиле. Другое дело, что вот в маркетинге принято сегментировать. Всегда занимайтесь сегментированием. Сегментирование – это означает выделение определённых групп, которые ведут себя одинаково. Вот есть чёткий сегмент, который будет всегда требовать самого нового. Вот появились, например, макароны вот эти, да? Макарунс. Да, ну, может быть, не знаю. Объясните, о каких макаронах и речениях отменили. Медальные, медальные безе. Медальные безе, которые склеены вместе разноцветные. Вот, на мой вкус они, ну, никак. Вот, но, понимаете, вот есть категория людей, которые просто вот от них без ума. Вот, и, так сказать... Они без ума или им просто вот сейчас модно, эти макаронсы, да? Понимаешь, какая ситуация? Есть такая ситуация, как этнопсихология, есть психология вообще, так сказать, да? И есть определённая категория людей, которые, услышав что-то модное, новое, он сам в это верит. И он сам это любит. Это я могу... Самое интересное заключается в том, что большое количество людей, большое количество людей, на самом деле, вообще у них отсутствует вкус. На самом деле. Точно так же, это естественная ситуация, понимаете? Точно так же, как большое количество людей не умеет рисовать, например, там, или там плохо слышит музыку. И точно так же, это такой же рецептор, как все остальные. И поэтому большое количество людей ест пищу, которую привык, которой он с детства привык, которой ему подсказали, сказали, что это вкусно. И он действительно чудно. Вроде как ничего, вроде как вкусно. А вот изысканных таких людей, которые точно такие же единицы, как вот там в музыке, это уникумы, которые... Вот есть люди, дегустаторы, которые чувствуют тонкости вина, точно так же должны чувствовать тонкости колбасы и сыра. Так, это замечательно. Но наступает такой момент, бывает, когда человеку уже приходится кушать не то, что ему нравится или даже модно, а то, что ему разрешают доктора. И вот тут-то возникает следующий момент. Насколько у нас, так скажем, избирательная публика в этой... Ксения, с вашей точки зрения, в ваши приходят клиенты, клиентки. Насколько вам приходится учитывать их потребности? У меня очень избирательные клиенты, поскольку сейчас такая тенденция к здоровому образу жизни, к здоровому питанию, к экопродуктам. И родители очень трепетно относятся к тому, чем они кормят детей. Особенно если мама кормит ребёнка грудью, она очень следит за своим питанием. У меня есть такой жирный бонус, моё образование. Я приблизительно знаю, что вам нужно приготовить, что нужно кому-то другому приготовить, третьему, пятому. И одна из первых клиенток, которая стала нашей, 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 она пришла и вот так вот смотрит и печалится. Я говорю, чем я вам могу помочь? Что я вам могу предложить? А я волей случая оказалась застойкой в этот момент. Она говорит, вы знаете, ничего, я на диете. Я говорю, вы на диете худеете или диета у вас в связи с каким-то вашей проблемой? Она говорит, худею. Я говорю, давайте я вам сейчас рассчитаю. Белковую, быстро. Она так на меня смотрит. Это понятно. Я хотел спросить другое. Я хотел спросить, насколько большая вот доля людей, для которых нужна какая-то вот такая специфическая диета, среди клиентов. Так, погоди, я сейчас к себе. Специфическая диета, наверное, всё-таки небольшая доля. Но людей, которые следят за тем, что они едят, очень много. Очень много. То есть некоторые просто спрашивают, скажите, вы вегету добавляете? Понятно, вегете. Да, то есть им важно знать, что они едят. У нас порядка 30% вегетарианцев из аудитории. То есть это много. Это много, да. Это очень много. Да, теперь вот Олег. Мэш, здесь нужно различать несколько вещей. Одна вещь – это люди, которые вынуждены находиться на каком-то определённом режиме. Это, скажем, кормящие, беременные, то есть близкие. То есть это одна категория людей. А мы говорим, а я привык, в общем-то, кроме этого ещё рассматривать в овоще человечества и какую-то аудиторию. И вот здесь вот аудитория такая очень интересная получается, что на самом деле за счёт нашего предыдущего опыта у нас много людей, у которых должна быть какая-то определённая диета. В таком-то или в таком-то виде, различный вид. Понятно, что у нас большая часть пищи, она слишком там жирная, пересоленная и всё подобное. Но вопрос получается, а люди как? А вот они готовы идти на это? И вот здесь оказывается, что они не готовы на это идти. Они не готовы, потому что это насилие над собой. Он приходит в кафе, он хочет расслабиться. И он здесь говорит для себя такую жуткую вещь. Он говорит, да ладно, ну сейчас мы порадуемся. Типа праздник живота сделаем сейчас, а вот потом, вот потом я буду за этим следить. Вот потом не наступает никогда. Потом он может сделать дома, но дома он этого делать, конечно, не будет. Но это не будет, потому что это сложно, это нужно уметь, знать, и потом, как бы, да попроще, быстрее, времени не хватает. И ситуация такая, это просто вот даже можно увидеть на рынке, например, Украины. Там громадное количество людей, которые обольны диабетом. Очень много. Я думаю, что за счёт пищи, рациона пищи, да, там он даже, наверное, выше в среднем, чем, в общем-то, например, у нас. Но вы посмотрите, какие там громадные порции. Там при мне девушки берут кусок торта, и я подумал, что они, наверное, целой группой будут его есть, понимаете, вот таких вот размеров. И каждый из них взяла по этому куску и съели. И мне было просто... Я просто сидел рядом и обалдевал. Как такое можно? Это было естественное. А им было хорошо. Им было хорошо, вкусно. Понимаете? А вот рижские наши клиенты, они ведь, наверное, всё-таки меньшими порциями, я наблюдал. Но это вот, это уже привычка, это уже вот тот тренд, который у нас здесь есть. У нас принято маленькими, маленькие... У нас не делают эклеры вот таких громадных размеров. У нас вот хорошо, когда маленькие. Притом по цене такое же, может быть, даже быть. Потому что здесь это было культивировано, и оно осталось. Понимаешь? То есть, а москвичи приезжают и говорят, а чего у нас такие маленькие, типа, эклеры? Как так? Я возьму два. Ну, понятно. А тогда вот тут еще интересно. Это разная аудитория, она по-разному воспитана, у них разные, вот как бы, заложены принципы. И даже в еде, вот, у нас дама считает, что это не очень красиво брать большой кусок торта. Ну, это такая некоторая европейскость, скорее. Ну, назовите так. Хотите так, назовите, назовите. Вот тут очень интересный момент. Давайте посмотрим с другой стороны. Есть ли смысл, если у нас есть люди, страдающие диабетом, целяйки, непереносимостью лактозы, делать заведение в Риге, ориентированное, условно говоря, на вот такой узкий сегмент? Типа, вы знаете, там, диетическую столовую. Вот так вот, условно говоря. Диетическую столовую в настоящий момент, то есть, не надо там делать исследования, можно сразу сказать, что она провалится. Провалится по одной простой причине. Вот эта аудитория, у которых есть там заболевания, их много, но они распылены по всей этой площади, понимаете? А здесь получается, что они должны будут специально ехать куда-то. Вы представьте себе, поставьте себе омысленный эксперимент, поедете ли вы, там, хотя бы даже в условиях Риги полчаса потратите, чтобы поехать в специальное кафе, вот там специально еще отстоять в очередь, выбрать, а вдруг не окажется того, что вы как раз хотели бы съесть, да, и потом обратно еще ехать полчаса. Ты захочешь что-то делать? Наверное, нет. Ты скажешь, да, я как-нибудь в другой раз. Вот давайте сейчас вот пойду пирожков вот возьму, здесь рядом эти свеженькие, вкусненькие пирожки. И все, человеческая натура нам противовеет. Ничего с этим не сделаешь. И даже в больших, извините, в больших огородах никто так не делает. Другое дело, что вот внедрять вот в обычное меню какие-то блюда, вот это, да, интересно. Да, вот, Ксения, вы хотели что-то добавить. Есть же такой момент, что если мы открываем какую-то специальную диетическую столовую, условно говоря, туда приезжают люди, которые, ну, как бы вынуждены признаться в том, что, да, у меня проблема. Да, это тоже правильно. И это будет такое заведение, такое с флером проблемности, а люди приходят в кафе, в ресторанчике для того, чтобы отдохнуть. Это такой гедонизм, да, вот мне хорошо, мне приятно, поэтому, да. Ну, диета это обычно в больничной карте, диета номер семь. Да, это очень невкусно. Да, это что-то такое уже, такое, ты вынужден, понимаешь? Да. А здесь у нас, в этом случае, скажем, в Риге это нереально, абсолютно нереально. Это вот, так сказать, ну, это просто, как бы, неестественная ситуация. Ну, я думаю, что не нужно, потому что во многих заведениях, например, ты можешь получить уже безглютеновые макароны. Да. Или, например, кофе с соевым молоком, если у тебя непереносимость лактозы. Да. И в этом нет проблем. Сейчас, я знаю, открывается кошерный бар молочный. Я смотрю просто у Калева Крепина, у него везде, что он сходил и тестировал. Я думаю, что как он только откроется, мы будем все об этом знать. Но открывается кошерный молочный бар. Это очень узко таргетированная аудитория такая. Но я думаю, что он будет заполнен. Да, кстати, интересно, что есть, между прочим, уже два заведения на глютеновую пищу. Безглютеновую, да. Безглютеновую пищу, да. И, кстати, в одном из них даже сделали пельмени. Вообще, это очень смешно. Звучит вообще, странновато. Сделать пельмени, которые должны быть склеены из муки, в которой нету клейковины. Но вот как-то они чего тут добавили. Это вообще мировая тенденция, потому что сейчас людей с такой проблемой очень много. И их будет еще больше. Но я в подтверждение ваших слов, вот обеих, да, хотел бы заметить, что вот буквально недавно, неделю назад, был в Хельсинки, да, и с перескурбием увидел, что открытый в самом центре города, буквально рядом с автовокзалом, с железнодорожным вокзалом, кафе для целиагийщиков, вот этого, непереносимость глютена, да, оно закрылось. И открылось обыкновенное заведение, где, типа, вот эти роллы мясные такие. Причина очень проста. Скорее всего, как вы сказали, а, это сидеть и быть, что называется, с флагом о том, что у меня проблема со здоровьем. И второе, эта еда, она дороже. Она объективно дороже. И дороже, и потом, так сказать, видишь, ты должен специально принимать такое решение, а у тебя ведь ты не прикован постельному режиму. Ты вот когда в постельном режиме диете, ты вынужден так уже, ты уже только и занимаешься тем, что одумаешь о еде. А здесь ты живешь обыкновенной полноценной жизнью, и вдруг вынужден куда-то специально рвать, мчаться, там, вот именно вот там поесть. Это очень сложно. Поэтому, так сказать, всегда нужно делать так, как наиболее удобно потребителю, а не придумывать для него особые правила. То есть нужно следовать за потребителем, а не заставлять его двигаться вперед. Итак, наше время истекло. Большое спасибо. У нас в гостях был Олег Рыжаков, Ксения Соловьева. Я вас благодарю. Наша следующая программа будет посвящена романтическому вопросу «Осень в Риге. Что нанесет туризму и жизни горожан?» Могу сказать, что мы услышим мнение об осени известного магистра клуба «Что, где, когда», писателя и гастронома Бориса Бурды. Оставайтесь вместе с нами, следите за нашими анонсами. Большое спасибо. До свидания. До свидания.